Нина Демидова, Александр Конторович Невидимка Читает Александр Чекушкин Глава первая На подъезде к столице народ в отряде притих. Из всей компании в Этерне бывал только учитель Симс, да и то в далекие времена молодости. О ней в провинции ходили разные сплетни и слухи, описывались невероятные богатства и мощь города, окруженного высокой крепостной стеной, а также красота и удобство улиц, изящество домов и, конечно, всенепременно превозносился Королевский дворец Амалер. Целый комплекс сооружений с домами, каналами, парками, дорогами и даже собственным зверинцем. Туда, кстати, мог свободно зайти любой житель столицы. Это вполне допускалось правилами, ибо посмотреть там всегда было на что. Жителям окраин такие разговоры казались небылицами, а жизнь столицы не похожа и на простое провинциальное существование, к которому они привыкли. И поэтому молодежь в отряде Керк, Ларс, Дана заметно волновались. Это чувство даже передалось мастеру Симсу. Вояка приосанился, подкрутил усы, поправил меч, хоть сейчас готов на военный парад на Дворцовой площади Кармел, главной площади всего королевства. Дана заметила, что из всего отряда только Лекс проявил полное безразличие к Этерне. Странно, он ведь тоже впервые тут, подумалось девушке. — Тебе не любопытно? — задала она Лексу вопрос. — Отнюдь. Всегда интересно посмотреть что-нибудь новенькое. Просто я не очень люблю столичные города, не переношу большого скопления людей. — Тоже мне, сельский труженик! — фыркнула, смеясь девушка. — А вот мне нравится город, терпеть не могу деревню. Магичка энергично послала лошадь вперед и, поравнявшись с Керком, начала что-то бурно обсуждать. Чем ближе мы подъезжаем к столице, тем отчетливее видны признаки главного города королевства. Дороги шире, постоялых дворов много больше, то и дело встречаются путники, спешат вестовые. И мы уже миновали две заставы. Мое скептическое настроение никак не помешало мне отметить все эти детали. Этерна не вызывала у меня ни восторга, ни паники. Очередное перемещение в пространстве. Ну, король, ну, дворец. Что, я ничего подобного раньше не видел? Впрочем, королей я, честно говоря, не удосужился до этого времени встретить, это стоит признать. Но рассчитывать на торжественный прием у его величества не приходится. Вряд ли мы по приезду будем представлены во дворце, а уж тем более непосредственно королю. Вот не верю я в подобные сказки. Это пусть Керк мечтает, у него хоть теоретически шансы на это имеются. А уж кому-кому, но мне перспектива знакомства с королем Дайном Геором кажется крайне маловероятной. Хотя, признаться, и в моей жизни встречались всякие шишки, мнившие себя чуть ли не вершителями земных судеб. Особенно понагляделся я на таких деятелей во времена перестройки. Вот уж когда расплодилось в стране величеств и особ королевской крови. Вспоминать противно. Но нужно. Особенно некоторые манеры их общения. То, что они в упор не видят никого, окромя себя любимого, это я давно уже усек. А также и то, что благодарность любого рода со стороны подобного деятеля это как белый тигр. В теории-то она вроде бы и есть. Даже кто-то иногда и видывал, а вот на практике среди знакомых от чего-то таковых людей не имеется. Все больше по слухам. Впрочем, думаю, что да, собственно, его величество подобную инфу никто и доводить-то не собирается. Реально там рулит какой-нибудь начальник седьмого стола пятого отдела той самой канцелярии. Он-то поди и решает, что докладывать, а о чем лучше и умолчать. Да и то не самому королю, а какому-нибудь министру двора или кто там подобными вещами ведает. Ох, не силен я в подобных хитросплетениях. Вывод? Да никакого, откровенно-то говоря. Да, ну, ладно, определят куда-нибудь. Все же боевой маг немалой силы. Такими кадрами тут не разбрасываются. Керк? А что Керк? Он мне сват, брат или родня. Скорее уж, Дане он чем-то близок и интересен. Опять же, он из знати, пусть и обедневший. Тоже перспективный кадр получается. Куда-нибудь назначат. На крайний случай его и на старом месте примут охотно. Симс. Ну, хорошие учителя фехтования везде в почете. А он реально мастер. Видел и ощутил. Не пропадет. Ларс. Вот тут да. Он плотно со мной ассоциируется. Хотя, с магичкой тоже вроде бы дружит. Нет, скорее всего, тут нам вместе предстоит обустраиваться. Ну, деньги есть, даже и в столице нормально проживем. А вот тут-то меня и торкнуло. Как там у батюшки Петра в уставе писано? Подчиненный пред лицом руководителя должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать высокое начальство. И что с того времени изменилось? Да ни хрена, если честно. А вот кое-что, так еще и добавилось. Чего пуще всего не переносит никакое руководство, так это чрезмерную, с их точки зрения, естественно, финансовую независимость подчиненного. В теории получаемых средств должно хватать лишь на всякие обязательные выплаты. Кое-какую одежонку, никому же не охота рулить оборванцами, да на кормежку и никаких возможностей дополнительного заработка. Экономически независимый работник хуже разбойника. А тут, нате, здрасте. Ладно, еще маг. Дана уже по умолчанию все же должна быть относительно состоятельной. Не просто людинка же, а вот богатый кузнец. Что у нас там про белого тигра говорится? И никого даже в теории в столице не будет волновать тот факт, что все деньги, ну, почти все, получены мною легально и официально. Рубь заста, найдут к чему прикопаться. Мало ли какой там граф или городской совет тебя чем-то там награждали. Тут у нас все круче. Резюме разденут и к бабке не ходи. Государственная казна непринужденно переварит любую сумму, сколь не была бы она значительно. И назад уж точно не вернет. Вот, нет в мировой истории таких прецедентов. В смысле, у нас нет. Ну, так и здесь, думаю, ничуть не лучше. Случайно так вышло или нет, но, по моим подсчетам, получалось, что прибудем мы в город аккурат к самому началу какого-то там праздника. Все же телега с грузом идет не так быстро, как верховые лошади. И ясное дело, что с нами никто в эти дни общаться не соизволит. Сколь бы ни был трудолюбив начальник этой самой канцелярии, но в такие дни и он будет отдыхать. А места в гостиницах и на постоялых дворах стоить будут, но, словом, недешево. Нам-то с Даной пофиг. Ларсу, в принципе, тоже. А вот мастеру Симсу, а в особенности молодому Дугану, да и выглядеть все же пристало не как к каким-то там провинциалам. Правда, это, в смысле красоты и прелести, в основном касалось нашей ведьмочки, но ненароком оброненное слово тотчас же повлекло за собой определенные последствия. Девушка мужественно взвалила на свои хрупкие плечи нелегкую задачу по приведению нас к более-менее приличному виду. И в результате мы зависли на некоторое время в преддверии столицы. С утра Дана с Керком, сопровождаемой Ларсом, уезжали на ближайший рынок. На второй день с ними отправился и мастер Симс. А ваш покорный слуга нажрался, а кисвин уж больно вкусное вино тут оказалось. Два дня, нет, три, и мы наконец-то были готовы к дальнейшему передвижению. Я мужественным усилием воли отказался от дальнейшей дегустации винного погреба, и мы двинулись. Вот и городские стены. Действительно внушающее зрелище. Крепкие, мощные, они даже издали производили неслабое впечатление. Уже на подступах к въездным воротам, а въезд и выезд тут производятся в разных местах, была заметна определенная организация. Весь поток делился на три рукава. Повозки отдельно, всякие условно нечистые, уголь, дрова и прочее, вообще отправляют к другим воротам. Прочие же выстраивают в колонну, вдоль которой неторопливо, но и без лени двигаются сразу несколько одинаковых групп. Пара стражников, молодой маг и два чиновника. Тут тебе сразу все в одном окне, и проверка на чистоту, маг-предварительная оценка товаров и взыскание налогов чиновники, ну и силовая поддержка в лице стражников, быстро и относительно оперативно. Отдельно всадники, а в сторону калитки вытягивается редкая цепочка пешеходов. И повсюду один и тот же порядок проверки. Чувствуется рука профессионала. Все организовано, однообразно и эффективно. Ну, положим, не все. Я бы кое-что усовершенствовал, но это не мое дело. Угля в моей повозке нет, руды тоже, некоторое количество критц для поковки, связка клинков, в основном трофеи, ну и по мелочи. Так уж вышло, что в повозке я еду один, после обильной выпивки сидеть на лошади несколько проблематично. Вот я уступил свое место Ларсу. Кстати, возможно, по этой причине, а может и еще из-за чего-нибудь, но повозка идет легче и быстрее. Ну да, содержимого-то здесь существенно поубавилось. Но всем это реально пофиг. Как же цель-то близко. Да и уютнее тут. Котятам поближе. Они по мне очень соскучились и все время летут на руки. Увы, но здесь пришлось пересадить их в просторную клетку. Не поймут. Дикие люди, жители стольного города. Цель прибытия в Этерну? Вызов в канцелярию его величества, короля Дайна Геора. Почтительно произношу имя монарха и стараюсь при этом выглядеть солидно. Ну, надо полагать, здесь такие вот странники каждый божий день туда-сюда рассекают. Стражник и бровью не повел. Имя? Лекс Гор. Из Кеморы. Маг кивает. В курсе дела. Где ваши спутники? Там, киваю на вереницу всадников. Они верхом, а мне привычнее так. После проезда ворот сверните вправо, к вам подойдут. Нет, тут реально какой-то умный дядька поработал. Уважаю.